С нами сегодня Илья Владимирович Дайцев, и мы сегодня беседуем о Золотой Роде. Прошла в Казани недавно выставка, я извините на правах рекламы, должна немножко рассказать о том, что вышел такой чудесный каталог, в котором, на самом деле, даже так быстро не скажешь, что там описано. Ну, вот огромная интересная книга, полистайте, пожалуйста, если будет время. Я благодарю вас всех за то, что вы пришли сегодняшним дождливым вечером, и что мы сегодня с вами можем провести чудесный вечер. Илья Владимирович расскажет вам несколько часов про Золотую Роду. Илья Владимирович – это, на самом деле, редкий гость у нас, историк, высоковет, доктор исторических наук, профессор Росюзской Академии Наук. Илья довольно интересно рассказывает о истории Востока. Я тоже слушала много летних целей Владимировичей, но помню их все очень здорово. Да, пожалуйста, обращаем. Большое. Это тоже, я думаю, был на правах рекламы. Как и то, что было сказано про каталог. Да, сегодня мы попробуем с вами поговорить, позадавать какие-то вопросы, может, попытаться на некоторых из них ответить, относительно Золотой Орды, этого таинственного во многом еще государства, и его роли в мировой истории. Скажу сразу, что когда меня попросили прочитать такую лекцию «Выбор для нее названия», я не так и задумался, потому что много было вообще про это государство написано. Сейчас мы немножко об этом поговорим. Но название, как сейчас принято говорить, немножко провокативное. Почему? Потому что если вы откроете учебники или большие, крупные, сводные тома по всемирной истории, которые выходили, особенно на Западе, да, в общем-то, наверное, и у нас в стране, то ничего хорошего вы про Золотую Орду там не прочтете. По крайней мере, так было до недавнего времени. А в ряде случаев вы вообще там ничего не прочтете про Золотую Орду, потому что история этого государства на протяжении долгого времени изучения вообще монгольских завоеваний была как бы немножко в стороне, вот как сейчас принято говорить, от мейнстрима. И европейские историки, которые очень активно изучали историю, скажем, таких стран, как Китай или Иран, где монголы тоже создали свои государственные образования, которые долго там просуществовали, это, как вы знаете, династия Юань, Китай или Хулгуиды в Иране, вот, то там эти периоды активно изучались. А вот что касается нашей страны, то во многом вот история Золотой Орды осталась как бы в тени уже московского периода истории, как в советское время говорили, СССР, а сейчас говорят, соответственно, истории нашей страны, то есть Российской Федерации. Но тому было несколько причин, и как объективных, так и субъективных. Во-первых, надо сказать, что история Золотой Орды не только истории нашей страны, то есть Российской Федерации, но и составная часть истории многих соседних с нами стран. Я назову, наверное, только самые очевидные, конечно же, значительные части истории Казахстана. Это очень интересная и весомая часть истории Туркмении, Узбекистана, ну, не говоря уже, конечно, о самой Монголии. Так вот, когда мы говорим о причинах, которые повлияли на то, что история этого государства известно хуже, чем история многих других монгольских государств по происхождению и образованию на территории соседних с нами стран, то надо сказать, что помимо вот этого европоцентризма, помимо такого, отчасти снисходительного взгляда на Восток, были причины объективные. Причины отсутствия до недавнего времени, очень долгое время отсутствовали источники, которые нам объективно могли бы помогать в освещении истории этого государства. Дело все в том, что на самой территории Золотой Орды письменных источников, которые там бы создавались, которые говорили бы об истории этого государства, практически до нашего времени не дошло. Нам неизвестны документы, которые происходили бы в Золотой Ордынской канцелярии, из-за исключения, может быть, небольшого количества переводов, которые сохранились в письменных источниках и текстах тех стран, которые так или иначе соприкасались с Золотой Ордой. Нам неизвестны собственные, большие, крупные, историографические тексты. То есть, в основном, тот материал, на котором историки, как правило, основывают свои выводы и пишут большие труды. Если в истории Китая мы знаем целую официальную историю, типа Юаньши, то есть историю династии Юань, если мы знаем большие труды, созданные в эпоху монголов в Иране, то на территории Золотой Орды таких историй нет. Они до нас, по всей видимости, не дошли. Мы только знаем следы их. Мы знаем о том, что они когда-то существовали, о том, что эта историографическая традиция когда-то в этом государстве была, но, к сожалению, мы с вами не можем эти тексты прочесть, мы можем только увидеть их отблески, как иногда это бывает, когда мы не видим самого костра, но видим те отблески, которые этот костер в темноте дает. И вот эта странная ситуация, когда огромная империя, которая существовала очень много лет, столетия, которая оставила неизгладимый след на лице земли, которая сильно повлияла и на историю нашей страны, на историю соседних стран, в истории которой коренится этногенез очень многих народов, которые сейчас населяют нашу страну, вот тем не менее объективных нам данных эта история не оставила. И это, наверное, основная причина, почему, начиная с 19 века, история Золотой Рады так привлекала внимание ученых. И... Прошу прощения. Да, значит, если у вас есть какие-то вопросы по ходу моего изложения, вы можете мне их сразу задавать, чтобы потом не... Они собрались так? Да, ради бога, мне будет так даже проще. Вот, и... У меня сразу вопрос. Да, пожалуйста. Вы говорите о территории Золотой Рады. Это какое-то географическое именование. Оно очерчено? Значит, ну, прежде чем перейти к географии, давайте сначала поговорим о названии. Значит, когда мы с вами употребляем этот термин, мы должны с вами понимать, что, по всей видимости, он не был аутентичным, как бы мы сказали. То есть, вообще, сам термин появляется в русском источнике 16 века. И как называлось это государство в канцелярской традиции, мы с вами знаем. Оно называлось Великим Улусом. Но откуда появилось это название Золотой, откуда появилось это определение Золотой, мы можем только догадываться. Дело в том, что во многих империях Средневековья была традиция так или иначе связывать эти названия с или металлами, или цветами. Ну, у Джужжений, у Киданий были империи, которые назывались, соответственно, Дзинь, Иляо, то есть Золотая и Железная. И вот, видимо, это отношение к золоту, к благородному металлу в данном случае отразилось и в названии Золотой Орды. Есть несколько источников, тоже поздних, на самом деле, созданных в Поволжье по 70-18 веке, где этот термин употребляется. И мы можем там увидеть с вами название Золотой относительно престола золотордынских ханов. Ну, в татарском тексте это звучит как Золотой Тон. И многие историки видят в этом отголосок вот этого первоначального названия Золотой Орды, которое отразилось в источниках уже более позднего происхождения. Возможно, это и так. Но, как я уже сказал, мы с вами не имеем источников, которые нам однозначно отвечали бы на этот вопрос. А значит, мы должны признать, что название это является в общем синтетическим и в данном случае поздним. Тем не менее, его используют, используют, начиная уже с 18 века. Тут я должен перейти, наверное, к истории изучения этого государства и упомянуть несколько очень важных историков, которые внесли очень весомый вклад в этот процесс. И с очевидностью стоит сказать о том, что многие из этих историков были русскими по происхождению, ну или по крайней мере творили в нашей стране. Это понятно прежде всего потому, что большинство источников как раз сохранились у нас. Это и нумизматика, это и русские летописи, это и памятники археологии, о которых мы тоже немножко сейчас поговорим чуть позже. И, наверное, первым историком, который внес очень существенный вклад в историю этого государства, я бы назвал тут, наверное, Василия Никитича Татищева, известного вам русского историка 18 века. Он был не только историком, но и государственным деятелем, как вы знаете, астраханским губинатором был, очень много сделал вообще для изучения географии и истории нашей страны, составил первую очень подробную историю российского государства. И вот он, наверное, был первым по-настоящему таким крупным по-европейски образованным ученым, который обратил внимание на недостаток источников по этому периоду русской истории и который целенаправленно начал эти источники собирать. Но иногда так считается, что вроде бы он даже знал татарский язык, хотя сам писал о том, что и татарского языка он не знает. И он прибегал к помощи своих сослуживцев, своих подчиненных, как правило, которые этот язык знали. И именно ему принадлежит инициатива перевода первых источников, которые имели отношение к Чингисхану, а впоследствии и вообще к истории Золотой Орды, с тюрки, ну то есть литературным языком, который был в ходу на тот момент, и перевода этих источников на русский язык. Первым таким сочинением, которое было переведено, составлено, сначала потом переведено на русский язык, было сочинение одного из его сослуживцев, сподвижников, которого звали Мансур Абдрахманов, как он в русских источниках упомянут, или Мансур Абдрахман Аль-Бурундуки, как он звал себя сам. Это был Ахун, то есть мусульманское духовное лицо, которое вообще при канцелярии Татища выполнял всевозможные дипломатические поручения, ну в частности работал переводчиком, выполнял всякие щекотливые задания, связанные с содержанием казахских султанов, переговорами с ними и так далее. И вот по заданию Татищева он составил историю Чингисхана. Для XVIII века это было абсолютно новое слово вообще по историографии, потому что такой истории не существовало на русском языке и не существовало, как тогда думали на турке. Он составил эту историю, это был перевод с арабского одного источника XIV века, а потом перевел это дело на русский язык. Ну по всей действии переведет даже не он, а один из его чиновников, но тем не менее этот перевод был сделан. К сожалению, он так и остался в рукописи, был издан всего лишь два года тому назад, но как знать, как сложилась бы история изучения Золотой Орды, если бы этот источник попал в поле зрения историков, скажем, еще в XVIII веке. К сожалению, этого не произошло, и уже в начале XIX Академия наук Российской империи объявляет конкурс на создание сочинения, которое собрав, вобрав в себя все источники по истории этого государства, создало вот такой комплексный труд по истории, ну, как тогда думали, значительной части истории России. Это произошло долгое время, этот конкурс так и оставался не выигранным, никто так и не написал ни одного сочинения, которое было бы так или иначе адекватным. Пока за дело не взялся один австриец, которого звали Хаммерпургшталь, он составил такое сочинение, использовал в том числе русские и тюркские источники, и долгое время это сочинение было, наверное, единственным европейским трудом по данной тематике. В 19 веке появляется еще один важный источник по теме, это монеты. Начинаются целенаправленные раскопки, многие нумизматы начинают собирать монеты, которые происходят с территории и по Волжии, и Средней Азии. Эти монеты поступают в Петербург, прежде всего в Азиатский музей, основанный в 10-х годах 19 века и начинают эти монеты каталогизировать. И каково же было их удивление, когда значительная часть этих монет так или иначе оказывается связана с золотардынской историей. До сих пор нумизматика составляет очень важную часть источниковического раздела истории золотой орды, поскольку целый период золотардынской истории не обеспечены письменными памятниками, но очень хорошо обеспечены нумизматическими материалами. То есть мы очень хорошо знаем кто правил только потому, что тот или иной хан выбивал монету собственным именем. Вопрос от монеты. А как соотносили именно этот период и именно золотая орда? То есть название тоже получается? Нет, дело все в том, что любая монета, как тогда, так и сейчас, несет несколько очень важных таких знаковых вообще для любой монеты. Важно, Кем она была чеканена? Ее номинал и, как правило, это или место чеканки, или время чеканки. А есть одно. Ну, на монетах, как правило, не отражается, как они были сделаны, литьем или чеканкой. Это разный способ производства монеток. Я думаю, специалисты не может отбить чеканки. Нет, но в данном случае это не важно. Важно, что монета выбита в определенном году, от чего лица она выбита и где она выбита. Это очень важно. Ну, а раз вставляем из источников вообще нет. Как бы эту монету отнесли именно к этому периоду, а не было говоря, ни китайцам, ни к кому-то еще? Значит, золотардынские монеты легко узнаваемые, они несут легенду арабскими буквами, как правило, на языке тюрки. И там они всегда, как правило, содержат имя хана, как правило, всегда содержат дату и очень часто место чекан. Есть анонимные монеты, которые действительно не имеют, скажем, имени того, от чего лица эта монета была выбита, но даже дата, таких монет меньше, конечно, но сама дата и имя хана очень многое говорит в хронологии. мы можем четко сказать, что человек, который чеканил эту монету от своего лица, обладал, во-первых, этим правом, что очень важно, а во-вторых, это право признавалось другими, коль скоро эта монета ходила по рукам. Это тоже очень важно, потому что мало просто чеканить монету, важно, чтобы она была признана в качестве ходячей монеты, но как сейчас, деньги признаются только в том случае, если люди ими расплачиваются, если они являются универсальным обменным средством. Раньше было больше, что для драгоценных металлов, это не сейчас железка, которая на меню совершенно в другом использовании. Разумеется. если у тебя это золото и серебро, то есть это уже по самому там не всегда там была и медь, которая в общем такой тоже не обладала самостоятельной стоимостью, да, но тем не менее вот золотардынская нумизматика зарождается именно в это время и она сыграла и до сих пор играет очень важную роль вообще в золотардынской истории, точнее, коведи, в обеспечении этой истории источниками. Вот в последнее время, в последние десятилетия огромное количество появилось новых монет, новых типов, которые... А еще ровные? А вот скальчик разный? А значит, когда мы говорим вообще о монетном чекане, мы должны иметь в виду, что вот само право чеканить монету уже означает то, что человек, который это делает, обладает властью. Человек, не обладающий властью, чеканить монеты не может. В исламской традиции, значит, помимо права чеканки монеты, существовало еще несколько непременных атрибутов власти, это упоминание того или иного хама в хутбе, это пятничная молитва, да, ну, основная за неделю, вот, и право наименования его падишаха, в данном случае. Вот, когда у вас есть эти атрибуты, вы являетесь полноценным правителем. в истории Золотой Орды эти два атрибута стали полноценными в эпоху правления хана Узбека. Это произошло в 14 веке, потому что Узбек был первым, кто принял на официальном уровне в Золотой Орде ислам. Это произошло около 1314 года. Вот, до этого ханы золотардынские мусульманами не были. Они были или язычниками, скажем так, приверженцами той или иной. Ну, они могли испытывать некоторых симпатий к исламу, как скажем, Бергер, да, или к некоторым другим религиям, но официально ислам в Золотой Орде утвердил стокус узбеков. И вот, несмотря на то, что на самом деле монеты чеканили значительно раньше. Мы немножко забежали вперед, да, когда меня спросили, в принципе, правильно, но надо вернуться немножко назад, для того, чтобы не перебегать с одного и с другого. Так вот, значит, вот зарождается золотардынская нумизматика, то есть очень важная отрасль источниковедения, которая смогла и до сих пор помогает историкам определить даты правления очень многих ханов. Для некоторых периодов золотардынской истории, особенно, наверное, для второй половины XIV века, ну, для двух десятилетий XIV века, второй половины, когда золотардынские ханы менялись с калейдоскопической быстротой, монеты являются не основным источником для того, чтобы определить последовательность правления этих ханов. русские летописи, скажем, не всегда поспевали за смену этих ханов, но любой хан, когда входил на престол, непременно должен был от своего имени напечатать манерку. И вот это является очень важным у нас репером вообще для историка, для того, чтобы определить, а кто же правил за кем. Иногда они не успевали это делать, и как раз их имена остаются только в письменных источник. Ну вот, значит, должен еще упомянуть одного, наверное, человека. Его звали Владимир Густавович Тизенгаузен, на самом деле он был немцем по происхождению, из Нарвы, если мне сейчас память не изменяет. Этот человек сделал необычайно много вообще для истории Золотой Орды. Прежде всего, как один из первых систематизаторов золотардынских монет, а во-вторых, как один из людей, которые, собственно говоря, заложили источниковение золотардынских. То есть, определили круг тех источников, с помощью которых может быть написана эта история, и более того, перевели эти источники по-многому на русский язык. То есть, сначала нашли, а потом перевели их на русский язык. Когда я вначале сказал о том, что многие эти тексты были написаны за пределами Золотой Орды, то я имел в виду, что написаны они были и не на тюрке, а на других языках. Прежде всего, это язык арабский и персидский. И вот Тизенгаузен сделал два великих дела. Он собрал арабские тексты по истории по золотардынской истории и издал их в виде тома, который до сих пор является настольной книгой всех, кто изучает этот период. Этот том так и называется «Сборник материалов по истории Золотой Орды». Он получил стипендию графа Столбанного и наличные деньги этого замечательного человека. Ездил по Европе и собирал в европейских хранилищах арабские тексты, арабские рукописи, которые имели отношение к золотардынской истории. Делал из них выпуски, а потом переводы на русский язык. И вот этот том он издал еще при своей жизни тоже на частные средства графа Строганова, который был председателем археологической комиссии. И непосредственно перед своим уходом из жизни Дизенгаузен подготовил том персидских источников, который увидел свет уже в советское время. Он был сделан, переводы были проверены уже советскими выстыковедами. И вот до сих пор эти два больших тома являются основными настольными книгами для всех, кто интересуется этой историей. Более того, Дизенгаузен сделал еще одну великую вещь. Он сделал не только переводы, но и выписки из этих трудов, и они изданы в оригинале. То есть любой, кто читает, скажем, по-арабски или по-персидски, может свечить тексты переводов с их оригиналами. Задумки у него еще было сделать и текст по тюркским источникам. Задачи это так до сих пор не выполнены. Может быть кто-нибудь из наших современников когда-нибудь эту задачу решит. Но вот пока мы, к сожалению, видим только издание отдельных источников, но никак не такие сборные большие тексты, которые были под силу великим историкам 19-го начала 20-го века. когда мы говорим о языках, то тоже должны знать, почему так получилось, что эта история оказалась так хорошо известна современникам за ее пределами, за пределами собственной Золотой Орды, но не сохранилась тех текстов, которые были созданы непосредственно скажем в Сарае или в Булгаре. Но конечно опять же мы можем говорить о том, что причин было много. Это и пожары, это и может быть сознательное уничтожение этих текстов, но может быть основная причина крылась в том, что Золотая Орда была государством очень, несмотря на то, что было монолитное государство, очень пестрым и очень разнообразным. Если мы вспомним о том, как начиналось эта история, то мы должны вспомнить о том, естественно все знают, кто такой Чингисхан, да? Наверное? Или нет? я не знаю, слышу. А, слышу. Вы тоже, кстати, а во имени, насколько четко Чингисхан, и он все историки говорят, что да, это Чингисхан. То есть, само имя, или это так же, как и Золотая Орда, такой искусственный? Нет, ну, это не Золотая Орда, и Чингисхан, это не фантомы, это реальный исторический персонаж и реальное государство, существовавшее на территории Русской Лавии, своей страны. Ну вот, давайте вернемся в начало 20-30-е годы 13 века и посмотрим, что происходило на карте. Огромная волна монгольских завоеваний, которая практически захлестнула всю Восточную Европу. Русские княжества окажутся завоеванными этими монгольскими полщищами. Когда мы говорим о монголах, опять же, у нас, наверное, еще и школьные программы, возникает такой термин, как монгол-татар. Многие из тех, кто заканчивал советскую школу, помнят этот термин. Он тоже искусственный, то есть, ни в одном источнике мы его не встретим. Он оказался скомпонованным из двух этнических определений, потому что историки, которые впервые объясняли эти нашествия, столкнулись с тем, скажем, в русских источниках эти заеватели именуются татарами. Мы знаем, что сама армия состояла во многом из монголов. Потому что сам Чингисхан был монголом, и, собственно, именно монгольские полчища бросил на Запад для завоевания всего окружающего мира. И вот появляется такой искусственный термин, от которого сейчас стараются отказываться, как, собственно говоря, от термина ига. Во многом это объясняется объективными причинами, во многом может быть политкорректностью. Но никогда такого этноса, как монголы-татары не существовало. Значит, действительно, это была армия, которая была очень разной языкой, которая была не моноеднична, но эти монголы в своем движении на Запад, вот, когда эта волна докатилась до восточноевропейских степей, начинают за собою тянуть большое количество тюркоязычных племен. Значит, приходят они не на пустое место. Уже в 11-12 веках мы в персидских источниках встречаем такой термин, как дешли-кипчак, то есть кипчакская стель. То есть эта территория была населена тюркоязычными племенами, которые в русских источниках называются половцами, а в восточных источниках называются кипчаками. И вот монголы приходят в эту степь, увлекают большое количество этих тюркских по происхождению племен, которые движутся с ними на запад. Когда возникает это государство, это происходит приблизительно в 60-х годах 13-го века, очень быстро монголы, которые составляли этническую верхушку, составляли элиту этого государства, начинают тюркизироваться. Что это означает? Это означает, что они начинают принимать тюркский язык. Они начинают говорить не на родном монгольском языке, а под влиянием вот этой огромной массы тюркских кочевников начинают говорить по-тюрски. Они начинают не только говорить по-тюрски, они начинают вскоре на нем и писать. И монгольский язык, и монгольская письменность оказывается к 14-му веку практически вытесненный. она используется еще довольно долго в канцелярских документах, но уже очень внимательные арабские историки этого времени говорят о том, что монголы тюркизировались, те, кто пришел в Тюркевскую степь, стали тюрками. Об этом прямо так и пишет один из арабских авторов этого времени. И в дальнейшем, когда мы с вами смотрим на этническую карту этой огромной территории, мы видим, что на ней остаются иногда в качестве этнонимов монгольские названия тех племен, которые привел с собой Чингистан, но впоследствии уже сами представители этих племен, а потом и кланов, это тюркские племена, это тюркские кланы, то есть те, которые говорят на тюркских языках, используют в тех государствах, которые они создавали уже после развала, золотой орды, тюркский язык, пишут и говорят по-тюркски. Это происходит довольно быстро, но наверное можно привести такую аналогию, или может быть даже не одну, когда монголы приходят в Китай и переносят вскоре туда свою столицу, то очень быстро эти монголы китайские улицы, они начинают говорить по-китайски, они начинают думать по-китайски, одевать китайскую одежду и по-сути вся история династии Юань это история уже Китая, а не монголы. И то же самое происходит и в Иране, когда создание династии кулугуидов собственно означало, что монголы там иронизируются, они вскоре создают уже по-сути дела иранскую по своему происхождению, то есть монгольскую по происхождению, но иранскую уже по-сути династику, которая управляла рамой довольно долго. А в степях соответственно такой массой поглотившей монголы были тюрки. Теперь немножко я наверное расскажу не в монголах, как и в их особой пластичности, отделов в судьбе завоевателей, которые всегда составляют по отношению к завоеванным меньшинство. И меньшинство не только численное, но и очень часто меньшинство в культурном смысле этого слова. Значит, давайте не будем забывать, что монголы приходят и в Китай, скажем, в Иран, они кочевники, они приходят в очаги оседлой цивилизации, причем цивилизации, которые насчитывают иногда даже не то, что одну сотню, тысячи лет. И вот эта оседлая традиция культурная, она просто их поглощает, потому что немножко не то происходило в наших степях, потому что такой традиции государства там не было, кипчаки не знали государства, у них не было государства в нашем смысле этого слова. но происходит очень интересный сплав, сплав, как я уже сказал, языков, но сплав тоже и культуры, и традиций, и монголы там создают уникальную цивилизацию. Вот, собственно говоря, основной посыл того, что я хочу сказать, это то, что Золотая Орда во многом была империей, которая не имела аналогов в истории, не имела аналогов ни в культурном смысле этого слова, ни в типологическом, потому что качельники приходят, по сути дела, на территорию, которая имела очаги городской культуры, ну, скажем, такие, как бугар, такие, как харизм, такие, как очаги земледельческой цивилизации юго-восточного Казахстана, на берегу Сахдариин, но они не просто ее воспринимают, они ее обогащают, и это очень важно, то есть, они создают новые города, но я забыл еще упомянуть о Крыме, разумеется, и Крым, прокачат, тоже древний, особенно южный берег, древней земледельческой городской культуры, и они эту культуру не просто переваривают, они не просто ее завоевывают, они ее обогащают, и обогащаются при этом сами, и создается некий уникальный синтез, с одной стороны, городской культуры, той, которая там была до завоевания, а с другой стороны, тех традиций, которые туда привносят кочевники. Это что, просто способность к перемещению? Нет, это традиция государственная, это традиция организационная, потому что, если мы посмотрим, какую роль сыграли вообще монголы в истории этого периода, то мы с вами увидим вообще историю этих стран, что многие монгольские традиции, кочевнические традиции живы до сих пор. Русское государство очень много, очень многим обязано этим монгольским традициям. Я поясню, вот в отечественной историографии есть две такие очень яркие, наверное, традиции, которые, струины, можно их так назвать, которые по-разному объясняют роль вообще вот этого периода в истории нашей с вами страны. Есть историки, начиная с 19 века, которые всячески отрицают эту роль, которые говорят о том, что ничего хорошего монголы и вообще монгольское владычество в Восточную Европу не принесли. Что это было разрушение, что это была утрата многих ремесел, остановка каменного строительства, смерть и разрушение. Во многом это так. Но есть и другая традиция, которая во многом ассоциируется у нас с историками евразийской школы, если вы знаете, что это такое. Это такое течение русской историографии, которое возникло в 20-30-е годы за рубежом. Не в нашей стране с вами, а за рубежом. Это была попытка, своего рода реакция на большевическую революцию в нашей стране, когда очень многие ученые, оказавшись на Западе, начали размышлять над тем, собственно говоря, в чем причины произошедшего в 17-м году, в чем причины падения империи и такого быстрого ренессанса власти, но в данном случае уже власти большевистской, но в тех же самых, по сути дела, имперских формах. И они начали, отвечая на этот вопрос, они обратились к более ранней истории, к истории Золотой Орды и попытались увидеть именно в этом периоде те корни, которые питали историю уже большевистской России. И они отчасти были правы, потому что они впервые обратили внимание, что многие формы государственности, многие формы налогов, землепользования, отношения с меньшинствами поколенных в Московской Руси, а потом и в имперской России, на самом деле золотардынского происхождения. И увидев это, они протянули ниточку вот из-за того золотардынского прошлого в большевистское настоящее. Создав эту школу, эта школа довольно быстро на самом деле и как историографическое явление очень быстро умерла, потому что она не имела практически прямого продолжения в тех исследованиях, которые были на Западе, никак практически не отразилось на тех исследованиях, которые проводились в нашей стране. и косвенно лишь сказалось на тех исторических сочинениях, которые появлялись у нас уже после развала Советского Союза, в эпоху перестройки. И сильно, наоборот, очень отразилось при создании национальной историографии в тех странах, которые возникли после развала этого Союза. Если мы сейчас с вами вспомним официальную идеологию Республики Казахстан, то она тоже называется евразийский. Мы вспомнили с вами о том, как Нурсултан Назабаев выступал в Московском университете в начале 90-х и как раз с попыткой реновации этой самой евразийской идеи. Поэтому она до сих пор в общем жива, только жива уже в нескольких других формах. Не в форме историографической традиции, а в форме уже политического мифа. Это тоже очень важно, когда мы с вами думаем о корнях политических мифов. Вот это в данном случае живая связь с современностью, то есть самой золотардынской истории. И когда вы спросили меня о том, в чем вот эти монгольские традиции, вот они в государственных началах, они в государственных институтах, они в системе управления покоренными народами, они в конечном счете в формах организации империи. Если мы с вами посмотрим, как было организовано, то есть, конечно, вы скажете, наверное, монголы не придумали, это не было их на ухава, вообще, что не всех надо уничтожать, а все-таки попытаться с кем-то наладить диалог и не стричь последнее с тем, чтобы в конечном счете получить некую прибыль. Да, безусловно, и вообще московское государство изначально и дружь тоже было не моноэтничным государством. Но все-таки они некие модели власти, некие имперские институты, они привили Московской Руси. И когда мы с вами вспомним слова Карамзина о том, что Москва обязана своим величием ханом, то он в этом смысле был, конечно, прав. Именно технология власти позволила, а технология была, конечно, чингизинской, то есть империя, которая не знает в данном случае каких-то различий между своими подданными этнических или религиозных, а единственным критерием в данном случае полезности является лояльность трону, то вот этот принцип, безусловно, имеет свои корни в золотардынской истории. Причина тоже очень понятна. Дело в том, что сами монголы, когда пришли на эту территорию, они были язычниками, они не исповедовали монотеизм. И для них принять ту или иную религию, было довольно просто. Любому язычнику принять монотеизм, это просто добавить еще одного бога к своему пантеону. Это довольно просто. Вот принять человеку-единобожнику язычника очень тяжело, потому что это рушит всю картину мира. Но обратное принятие, оно вполне очевидно, и на самом деле, когда мы с вами видим, как язычник воспринимает монотеизм, то в общем это вполне нормально. И монголы в данном случае ничем не отличались, они очень хорошо эту логику понимали. Немножко ситуация меняется, когда монгольские ханы, ну вот эти самые золотардынские ханы 60-х годов начинают обращать внимание на разные другие религии, которые их окружали. Это, конечно, прежде всего христианство, это, прежде всего, и ислам. И Берке, один из первых ханов, которые открыто уже исповедуют ислам, он не стал делать ислам государственной религией, но мы знаем о том, что он был мусульманин. Но, тем не менее, это не помешало ему в начале 60-х годов усредить, ну, вернее, при его, скажем, разрешении, была учреждена Сарайская епископия. То есть, в имперской столице государства возникает, при том, что хан является мусульманином, возникает епископ православный. Если мы с вами обратимся к официальному титулу, лучше сказать, вот есть у нас епископы царские и подонские. Вот царские на самом деле, это ведь является просто стяжением от слова сарайские. Он изначально был сарайский и подонский. То есть, по реке Дон. А у нас мол сарайс вообще-то есть там же. его в 13 веке не было. А сарай был точно срешен. А это реально все-таки вот вы географически приятны. Давайте, давайте, да. Вот это, вы все время такие вопросы задаете, очень хорошие, надо сказать. Очень помогает мне. Да, вот давайте теперь разберемся с географией. Значит, когда мы говорим о том, собственно говоря, где располагалась Золотая Орда, вот где ее границы, да, то нам придется с вами во-первых, решить, что эти границы были довольно, надо сказать, в разные эпохи были довольно зимкими, потому что Золотардинские ханы имели территориальный спор, в частности, с теми же холгуидами. О них спорной территорией был Азербайджан. Большой вопрос, обходили ли русские земли в состав Золотой Орды? Вот вообще Русь, границы, скажем, русских княжеств на западе хорошо известна, но была ли это внешней границей внешней границей Золотой Орды? Или нет? Вот многие историки считают, что да, но некоторые считают, что нет, что в данном случае русские княжества это была не территория Золотой Орды, а это была территория, которая представляла собой некий, как сейчас принято говорить, такой пограничник, то есть вассальных князей, которые обязаны были платить дань, которые занимали свое место в Золотой Ордынской иерархии, но в территорию государства не входили. К сожалению, когда я сказал, что у нас источников мало, вот на некоторые вопросы мы и сейчас не можем ответить, потому что этих источников просто нет. но тем не менее, когда мы говорим с вами о границах, мы должны с вами вспомнить, вернуться во времена Чингиза и может быть даже чуть более позднее время и подумать, собственно говоря, а как это государство формировалось. Начало он в феврорации в 1224 году, когда Чингиз отдал в управление своему старшему сыну, которого звали Джунчин, он отдал ему уже к тому времени завоеванный хорезм, значит, это огромная область историческая, которая сейчас разделена между двумя государствами, область с очень старым, со старой городской культурой, земледелием, которая входила до этого государство хорезм-шахтов, которые, собственно говоря, и образовали свою державу именно в этом месте. К тому времени хорезм был уже завоеван и был завоеван уже восточный Дештекипчак, то есть, собственно говоря, то, что сейчас является частью Казахстана. И эти земли были отданы старшему сыну, а потом ему было сказано, что ему уже в обладении отдаются эти земли, которые будут еще завоеваны, потому что монголы прекрасно понимали, что этими землями не заканчивается населенный мир, естественно, никто не знал о существовании Нового Света, но о том, что где-то есть последнее море, как они думали, вот известный роман, помните, был такой замечательный писатель, Ян, вот у него одно из его произведений, одно из его произведений так и называлось, «Последнему морю», вот у них было представление о том, что суша, она где-то должна закончиться, в Брежный океан, вот, именно туда должны были дойти копыты монгольских коней, и именно эта западная часть мира была дарована старшему из его сыновей, вот, но он утверждается примерно где-то при Иртыше в современном, но в 27-м году он умирает, и возникает вопрос, кому же отдать эту территорию, у него были свои тоже дети, причем их было немало, и эта территория, еще не завоеванная, еще не завоеванная, была отдана двум его сыновьям, старшему и младшему, одного из них мы с вами очень хорошо знаем по русской истории, второй нам практически неизвестен, вот, старший, урдай-чен, он только в таких очень специфических трудах по золотардынской истории упоминается, вот, а второго вы все прекрасно знаете, это был батун, или как он в русских летописях назывался, батый, тот самый знаменитый завоеватель русских княжеств, по очень старой кочевнической традиции, вот это государство, да не та земля, которая была отдана этим двум братьям, разделяется на две половины, вообще, все кочевые империи имели такую традицию деления на два крыла, на правое и левое, и вот золотая орда, когда 60-х годов, она отрывается от имперского центра, который к тому времени перемещается из монгольского Каракарума на территорию Китая, да, то и золотая орда тоже делится на две половины, на правое и левое крыло, примерно по этой границей была река, современная река Урал, но которая тогда так не называлась, а которая тогда, может, кто-то знает, как она называлась, да, совершенно верно, вот она так и называлась, и переименовали после восстания Пугачева, да, для того, чтобы полностью смести из памяти и из географических названий любые упоминания о яицком казачестве, собственно, представителем которого был Пугачев. Ну вот, и вся вот эта огромная территория, которая была потом завоевана уже Бату, вплоть до начала сороковых годов, входит в эту правую половину его державы, и если старший брат поначалу примерно в прииртышке там и основывает свою ставку, то Бату поначалу выбирает между тем, где же ему основать свою стальнюшу. У него был выбор, дело все в том, что в Поволжье было очень мощное государство, которое монголы разгромили в 36-м году и включили в состав своей территории, и это был первый такой имперский центр, это был город Булгар. Сейчас вы знаете, где он находится? Не знаете? Нет? Да, совершенно верно, недалеко отказали. И поскольку Волжская Булгария наряду с Русью была тем оседлым государством, которым он был завоевали, то именно Булгар был выбран в качестве первой столицы Батуи, скорее всего до как минимум 60-х годов, а может даже позже, более позднее время, этим имперским центром и являлся. Но потом возникает новый имперский центр, уже внизу в их Волге. Возникает не просто столица, а возникает целая городская, как бы мы сейчас сказали, агломерация. То есть многие километры освоены человеком земли, с усадьбами, с ремесленными центрами, с мастерскими, с ремесленной и сельскохозяйственной округой возникает Сарай. Огромный город, который Ибн Батута, который там побывал в 14-м уже веке, это был такой арабский путешественник, который оставил очень известные и очень интересные записки о своем путешествии ко двору, в том числе и Юльбека. Он описывает как город, который не имеет себе равных, как один из самых больших городов мира, который он когда-либо видел. А он видел немало в своей жизни. И город этот активно раскапывается. И когда я вам говорил о археологии как еще одной очень важной составляющей золотардынского источниковедения, то в данном случае раскопки экспедиций советских в Поволжье, которые начались в середине 20-х годов, это очень важная часть этой истории. Вот великие стройки социализма привели к тому, что Поволжье начали отчасти очень активно исследовать золотардынское время. И в 60-е и 70-е годы это была эпоха расцвета золотардынской археологии, когда, собственно говоря, эта дисциплина, которая до сих пор существует, до сих пор очень активно развивается, была не просто заложена, но, наверное, получила свое самое активное разведение, был пик такой расцвета золотардынской вообще у нас где бы то ни было. Потому что копали, конечно, в разных местах, копали на Северном Кавказе, копали в Крыму и сейчас продолжают копать. Но вот большие Поволжские экспедиции, они как раз в это время возникают и активно очень работают. И до сих пор вот этот имперский центр раскапывается очень активно. мы знаем с вами и о ремесленных кварталах, мы с вами знаем и о кварталах, которые населяли выходцы из других стран, из других регионов. Написаны большое количество книг как раз о этнической составляющей этих городов, о ремесленной культуре, о градостроительных традициях и так далее. В общем, на самом деле, кого это интересует, найдет большую почву для чтения. Вот отчасти та книга, которую сегодня вначале рекламировали, это тоже один из, наверное, результатов очень активного развития золотардынской археологии у нас, поскольку там очень много ювелирных изделий. смотрели же, наверное, когда вот сейчас. Можно еще вопрос? Незонья Волгерин, правильно я понимаю, это Краснодарский Моргерин. 6 километров это Долгограда. Соответственно, получается, границы всех европейских стран легко доступны. То есть наверняка логически подразумевается, что были активные сношения дипломатические. Соответственно, источники все-таки должны быть. Вот когда мы с вами говорим о активных дипломатических сношениях между Золотой Ардой и соседними государствами, то безусловно они существовали. Но это были не только европейские государства, это были государства и расположенные в Азии, даже в Африке. Вот когда я говорил о арабских источниках, то львиная доля этих арабских источников в истории Золотой Арды происходит из Египта. Почему? Потому что государство, созданное там в после Аюбитское время, оно этнически было очень родственным Золотой Арде. Почему? Оно тоже было тюркским по своему происхождению. Как это получилось? Аюбит активно скупали рабов. Рабы эти были кемчаками по происхождению. И десятилетие пребывания и активного скажем так, активного участия в политической жизни этих рабов привело к тому, что в конце концов эти рабы захватили там власть. И когда мы с вами Можно вопрос извините, а Египте они знают, что они турки? Нет, мы же не говорим с вами. Развал халифата и уход арабов. Это которого? Единственного какого-то? Нет. Аббасидов монголы завоевали Аббасидов Аббасидов завоевали монголы в 1258 году, когда они взяли Багдад. И последний халиф так и остался марионеткой в результате, но дело-то не в этом. Дело все в том, что та же история, как с монголами в восточноевропейских степях. Вот это не очень большая численная верхушка, которая обладала, как говорил Гумилев пассионарностью, которая обладала сплоченностью, военными навыками и волей к власти, она, собственно говоря, в конце концов этой властью я владела. И мамлюки египетские это ведь не весь народ. Это довольно узкая простойка людей по происхождению кимчаков, которые очень долго сохраняли свой язык. Есть такое даже понятие, как язык, египетский кипчакский язык. На самом деле есть даже несколько памятников письменных, созданных на этом языке, которые сохранились в Египте, которые написаны на кипчакском, но сохранились в Египте. если интересно, могу в этом рассказать. Но почему это произошло? Потому что носителями этого языка были как раз те самые вчерашние рабы, которые потом в результате военной службы обретали свободу и в конце концов именно из них образовалась династия. Так вот, вот эта основа этническая послужила причиной того, ну одной из причин, на самом деле, конечно, как всегда, причины были более дипломатические и не этнические, но скажем, для XIV века их сношения, которые велись скажем, на арабском языке по большей части, но основа все равно была очень важная основа была близость языков и близость менталитета. Они знали о своем происхождении. Это очень важно. Про источник дипломатического интереса. Там же Константинова связано. Ну вот основой для этих дипломатических отношений, причиной, было, конечно, противостояние с, во-первых, с византийцами, а во-вторых, с полугуидами. То есть, на самом деле, там складывается такой четырехугольник между с одной стороны Золотой Ордой и Египтом, а с другой стороны между полугуидами и Византией, которые, пытались найти союзника в этих непростых отношениях. Это и произошло, в конце концов. И вот, если мы с вами посмотрим данные о взаимоотношениях между Золотой и Египтом, то там, в основном, все, ну, помимо всяких дипломатических экилоков, это попытки военного союза, которые для той и другой стороны были очень важны. Но потом, в 15 веке, все эти контакты практически сходят на нет. Уже мы с развалом Орды и с тем, когда она входит в период своего упадка. Об этих союзах и об этих посольствах остаются только воспоминания. Но, естественно, строки арабских историков, начиная с Леони и заканчивая историками уже 15 века, такими, как Аль-Кашкарди, когда довольно много просто переписывали своих предшественников, говоря о истории золотардынско-египетских связей. Об этом тоже, в общем, немало написано, об этом тоже можно почитать и связи эти, в общем, неплохо очень известны. Да нет, я не могу говорить о источнике остается, вот именно вот оригинал. Вот в Египетском стране, в Византии документы о отношениях как государством, ну, вы же знаете, отправили одного, там же такое событие, там собираются и 10 человек, едет, а посольство, а целый караван собирается, правильно? То есть, это событие. Вот историю тогда очень часто писали чиновники, то есть люди, которые имели доступ к официальным документам, которые очень часто были переписчиками этих документов. Вот в Египте такое тоже нередко случалось, и у нас нету, к сожалению, оригиналов тех посланий, которые писали, скажем, с территории Золотой Рыды в Каир, как нету и отпусков, да, то есть нету тех документов, которые из Каира посылали, скажем, в Сарай. Но у нас есть тексты, которые сохранились в трудах историков, которые писали на арабском языке, и которые эти труды, которые эти документы видели, их в своих трудах использовали. Вот что важно. А додировка тогда вот этих... Как нет у нас многих документов, когда я говорил вам о том, что есть источники в переводах, да, то есть, которые остались в трудах, как нет у нас, допустим, оригиналов, ярлыков золотардынских ханов русским князьям или русскому духовенству. У нас нет ни одного текста, оригинала, который был бы написан, скажем, монгольским письмом на монгольском, или на тюркском языке, ну, ярлык, который был бы адресован, скажем, там, Ивану на плите или, не знаю, Семену Гордову. А какие-то, ну, как печати, что-то такое было? Ну, например, вот так, в Египте беспотами там, то есть, ну, извините, я... Вот один из египетских историков, такой был большой канцелярист, который написал целую труду по истории египетской канцелярии. Вот как раз большой раздел этого труда был посвящен дипломатическим связям между Золотой Ордой и Египтом. Он там упоминает не только печати, но и приемы оформления этих документов. То есть, он пишет, каковы должны были быть размеры листа, сколько строк должно было быть в документе, какое качество бумага должна была быть использована, какие печати должны были быть использованы для того, чтобы соблюсти все дипломатические формальности для этих самых дипломатических отношений. Это очень важно. Сейчас, как вы знаете, дипломатический протокол занимал, это очень важная вещь. Потому что не надо думать о том, что этого не было тогда. Очень важно не уронить свое достоинство несоблюдением до сновидного года. Вот. Ну, это, начиная с конца 13 века. Особенно эти связи расцвели в эпоху узбека, которую я вам уже сегодня упоминал. Это вообще период расцвета Золотардынской державы. Он правил до 1341 года, потом он наследовал сын его, Дженебек. Тоже его эпоха всеми историками, современниками и расценивается как эпоха, когда Золотая Рда переживала пик своего могущества и территориального, и финансового, и политического. Вот. Он закончил прайд в 1357 году, потом на смену пришел его сын Бердебек, и после этого началась та самая Великая Замятня, вот о которой мы немножко пользуясь вашим вопросом, удалось сказать вначале, то есть когда огромное количество ханов оспаривали друг у друга власть, очень часто сменяют друг друга там на протяжении недели, там месяцев, или даже иногда дней, такие случаи тоже известны. Надобыли свои причины, ну в общем вот отвечая на ваш вопрос, эпоха расцвета этих связей это вообще эпоха расцвета Золотой Орды, то есть время правления Узбека, когда он принимает ислам, когда впервые на самом деле в истории державы мы можем найти там какие-то следы религиозного противостояния, потому что говоря о веротерпимости, да, мы с вами помним, да, о том, что монголы изначально были все-таки язычниками, вот и до эпохи Узбека мы с вами не видим никаких практически следов, чтобы покоренный народу или не знаю там как бы тот или иной господствующий клан так или иначе ущемлял бы религиозное меньшинство, такого просто нет, источники нам не дают никаких оснований так считать. Но вот начиная с 14 века некоторые следы вот такого вот уже празевитизма и отношения к религиозным меньшинствам, такого негативного найти уже можно. Но в частности, когда Узбек принимает ислам некоторых родственников своих, которые отказываются это сделать, он повелел умертвить. Но правда вообще с умертвлением у них было все в порядке и без принадлежности к той или иной религии, когда они оспалили друг у друга власть, в общем, с этим было все хорошо. Поэтому является ли это в данном случае признаком такого недолерантного отношения к немусульманам, может быть, даже и нет. Вот. Значит, а вообще, если мы с вами посмотрим на вот эту палитру, то увидим, что Золотая Рода это очень пестрое государство и этническом отношении, и в религиозном. Вот про Берке говорил, о том, что не помешало ему это в Епископию открыть. Если мы посмотрим на языки, которые там используются, тоже увидим с вами очень пеструю палитру. Это не только монгольский, не только уйгурский, не только арабский, но и фласси, и многие другие языки. Можно? У меня два вопроса. Первый, смотрите, мы когда вот говорим о Золотой Роде, мы говорим о ней в каком роде, то есть по форме, мы о ней говорим как по полюбинам или все-таки как о некой государственности? То есть вот этот вот момент как вот. И в самый момент, если мы говорим все-таки как об институте, да, об институте как бы государственном, то отличается ли он как бы экономического понимания государства, которое есть сейчас. То есть вот понимание государства там 12-14 века вот сейчас как мы понимаем, да, преимущественное право государства определяет там правила относительно насилия является главным исполнителем системы налогов и так далее. Вот это первый вопрос. И второй вопрос уже собственно по истории России он с ним связан вот как раз именно о новых взглядах влияние ордынского периода на становление российской государства, что в период как бы нерковских междууслубиц орда выполнила функцию так некого агента в том смысле, что государственность не способная выполнять вот эту централизированную роль на территорию Руси оно выполняло как раз именно эти функции функции с одной стороны военной защиты с одной стороны территории подконтрольной то есть функцию государства поскольку централизированное государство не складывалось и его не было то оно вот эту функцию как раз на этот период и выполняло в связи с этим влияние орды не только отрицательное но и не только положительное ну смотрите первый вопрос если я правильно понял вы сформулирую так является это государством или не является да вот именно тот безусловно это государство я уже неоднократно говорил о том что мы можем считать что это абсолютно самостоятельное государство примерно с 60-х годов 13-го века на основании чего это монетный чекан до этого времени сами золотардынские ханы являлись по отношению к имперскому центру получателями ярлыков значит это некий регулятор властный регулятор я бы так назвал вот когда мы говорим сами ярлыках применительно к русской истории это инвеститура как бы мы это назвали это инвеститура которая позволяет тому или иному претенденту на власть которые изначально все уравниваются в правах эту власть получить в данном случае у вас есть верховный ну как угодно вы можете его называть там шузерен да или там агент который это право определяет определяет это право по факту своего происхождения вот как была устроена золотардынская держава она была устроена очень просто с одной стороны значит существовал золотой род это потомки Чингисхана потомков у него было довольно много значит когда мы говорим о золотой роде это потомки джучи потом род пресекся значит там пришли тоже другие но тоже чингизиды и это право чингизидского наследия никем никогда не оспаривалось это та единственная и абсолютная легитимизация власти на этой территории все остальные властные функции могут быть выполнены только в том случае если они легитимизируются сверху чингизидами и когда русским князьям будь то московские тверские князья выдается ярлык то это означает что эта власть в данном случае вот эта чингизидская власть освещает сверху их право властные функции осуществлять на той территории в которой они это делали испокон веков то есть монголы в данном случае приходят и скажем так ставят еще одну ступеньку вот в этих властных отношениях ступеньку которая непосредственно связывает Бога с этими ну в данном случае князьями так происходило не только в России то есть не только в русских княжествах но то же самое происходило скажем и в Закавказье да ну в Булгарии и вообще в Булгарской державе там по всей вместе была немножко другая история потому что там не было на тот момент этот рот просто перестал существовать да если бы на самом деле они сочли необходимым оставить эту династию она бы наверное осталась но в данном случае как единственный очаг ну на тот момент единственный очаг вот этой городской культуры они предпочли сделать имперский центр там а не раздавать ярлыки тем представителям династии которые на тот момент существовали вот значит и вот своего рода соревнования между этими князьями за право обладать ярлыком а верховный сюзерен это это чингизит который право которого никем никогда и не оспаривает собственно на самом деле чингизитская это легитимация она доживает и реликты ее мы можем с вами встретить в истории России вплоть до там до 17 например века когда уже перестали существовать теханства которые образовались в результате распада орды но чингизиды которые там когда-то правили вернее их потомки продолжают считаться в России ну по факту они причисляются значит к неким элитным слоям общества перечисляются сразу после непосредственно романовых да а в 17 веке содержатся ну как по образному определению одного современного историка как лишние люди но тем не менее статус которых абсолютен их никто не и этот статус никем не оспаривается даже тогда когда они лишены реальной политической власти он не был ханом он был нет он был это был интересный не только мамай в истории орды было несколько таких очень ярких персонажей которые не являлись чингизидами но которые пользовались своей принадлежностью к другим родам и связями с чингизидами но уже не кровными а с войскими да то есть они обладали некими некой близости к чингизидам в силу брачной политики да значит мамай был по происхождению к ядам это один из золотаргинских кланов который монгольский по происхождению который очень усилился во времена вот этой великой ну на самом деле еще во времена узбека во времена великой замятни когда экономические причины и причины политического характера начинают разрывать государство на части вот такие временщики до этого это был Гай в конце 13 века в этот период это был мамай потом таким таким же временщиком был едегей который тоже происходил из одного из кланов мангытом по происхождению вот эти самые представители кланов начинают пользоваться чингизидской легитимацией ставя ханов но не от своего имени а ставя угодных имханов чингизидов но правя фактически самовластно но в любом случае никто никогда не опровергал и никто никогда не отрицал эту самую чингизидскую легитимацию никто никогда не говорил о том что скажем какой-нибудь каят мамай или мангыт дедегей в данном случае имеет большие права на власть то есть чингизидское происхождение всегда было в данном случае абсолютно неприкасаемым а для избрания ханам требовалось только происхождение но прямого наследования не было же да? а не жилищего там рода есть для хана значит формально вообще вся эта собственность считалась собственностью рода но и мы есть несколько у нас примеров когда ну по логике должен был бы наследовать старший в роду но всегда это право наследования старшего в роду соперничало с правом наследования от отца к сыну это не всегда совпадает между прочим это право рода оно ведь сохранялось не только у чингизидов но и у тех самых кланов которые чингизидов окружали и которые с чингизидами соединялись брачными узами вот те же самые каяты кунграты мангыты барыны кукчаки и так далее там огромное количество джиуты аргыны которые мангыты которые значит отдавали своих представили ну женщин своих соответственно жены ханами которые пользовались этим этой близостью для того чтобы продвигать свои политические финансовые интересы вот это право рода оно очень часто соперничает с правом наследования от отца к сыну иногда побеждало то иногда это значит собственно вся политика наследования еще у меня чингисхана это как раз политика передачи права ну или старшему роду как в случае скажем золотой роду ведь смотрите да мы что с вами видим что старший сын старший то есть получает большую и лучшую часть чем младший потом это начинает все дробиться и делиться потом правое крыло начинает вмешиваться в дела уже ханов с игнаки вот но это уже более поздняя традиция это уже происходит при узбеке это происходит когда мы с вами видим разложение этой традиции а изначально конечно это род и именно право рода на на все на любую собственность а желали как бы из нашего государства атрибутка судебной системы безусловно если территория огромная вы представляете какой это должен быть бюрократический аппарат бюрократический аппарат был очень серьезный и мы с вами видим большое количество чиновников а как же источник дошло вот ордынские 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 дефтеры да значит как эта традиция канцелярская и вообще она известна она их собственная или они ее заимствовали вот это очень интересно значит она по происхождению видимо была заимствована была заимствована именно на самом деле такого мощного бюрократического государства как китай но там ведь было большое количество представителей других народов да еще при чингизе когда он начинал завоевание это уйгуры у которых была собственная деловая письменность и очень богатая к тому во времени джурджин и прежде всего конечно уйгуры вот уйгурские песцы которые работали при дворах в тадынских ханов они доживают до 15 века целой династии песцов которые обслуживали самый канцелярский аппарат видимо очень сильная канцелярская струя приходит золотой арду из Ирана через видимо среднюю аджию значит некоторые просто термины они там персидского происхождения естественно что какое-то влияние оказали также и арамы но естественно при персидском посредством вот если мы с вами посмотрим допустим как был организован сбор налогов выходом данных так называемых с московского государства то мы кого там увидим чиновников и увидим аппарат этот чиновнич и увидим то куда они записывали эти данные мы увидим с вами переписи потому что для того чтобы правильно собирать налоги и их фиксировать вы должны знать сколько людей живет на этой территории по поводу Руси это безусловно русские летописи но ордынские дефтеры так называемые то есть тетрадки в которых записывались вот эти самые поступления и отчисления денежные они хранились в корне московских и литических князей по всей видимости до начала 17 века по крайней мере мы с вами в описи царского приказа 1620 годов мы еще вот эти самые ордынские как там пишут тетради ветхие они там еще были но поскольку Москва часто очень горела то уже в 17 веке в результате пожара вся эта ордынская документация исчезла и мы с вами к сожалению не имеем как и многие кстати сказать документы по связям с этими самыми ордынскими образованиями сначала с ордой а потом с ордынскими механствами у нас их просто нет вообще тут не надо злой умысел какой-то видит вообще просто когда актуальность этих документов утрачивается со временем она утрачивается да эти документы становятся по сути в общем не очень нужными да скажем понятно что их хранят немножко по-другому вот но к сожалению вот они до нас не дошли но говорят что полярки выйдут в библиотеку Дрозного и она хранится в Ватикане и вот там как раз есть ясно 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 по поводу как раз завоевывали земли и опросили русские княжества монгольские или нерусские государства почему часть земель они захватывали и разоряли причиненно полностью русскую Булгарию даже я так понимаю что и киевское княжество было в прямом управлении да монгольским а часть земель например они же тоже разоряли Владимира Судовича землю но оставили относительно но оставили там местную династию да новгородскую землю даже не пошли туда там рассказывают про Молок это конечно детский репет это что-то разное что-то договориться смотрите с Новгорода там случай вообще особый потому что с Новгорода несмотря на то что до Новгорода монголы не дошли и как известно есть такая местность которая называется Игноч Крест в новгородской современной области которая считается как раз той самой точкой самой северной куда вообще монголы дошли в своих завоеваниях но тем не менее Новгород же все равно платил не будучи при этом завоеван потому что вплоть до 15 века собирался так называемый Черный Бор вот это тот налог который должен был платить Новгород в общую копилку русских княжеств для того чтобы расплачиваться с ордовой естественно что там иногда эти выплаты там задерживались очень часто именно задержки выплат являлись причиной там или походов карательных экспедиций ну то есть наказание которое следовало непосредственно за тем как вообще вассал предатель переставал выполнять свои обязательства поэтому в данном случае вот когда я говорил о гибкости этой монгольской власти в том числе я говорил о том что они по всей вероятности по каким-то не всегда для нас понятным причинам предпочитали нет мы предпочитали оставлять там местных династий и на самом деле ведь не ошибались да то что давайте посмотрим но если изначально сбор например этой дань по всей видимости находился в руках чиновников чиновники эти вряд ли сами были монголами этническими да то есть скорее всего это были выходцы из там из хорезма скорее всего дороги или баскаки примерно одно и то же то есть это чиновники которые собственно говоря отмечали за сбор этой дани и за доставку ее в Орду там опять же спорят историки о том как это дани исчислялось там десятками домами или подушно да есть несколько точек зрения на этот счет но то что она был какой-то принцип ее исчисления это факт и не для этого производились переписи не просто так не потому что нужно знать сколько людей живет в Северо-Восточной Руси а потому что это было единственное причин основание аргумент для того чтобы понять как эти деньги брать значит вот я говорю о том что там были чиновники которые обладали неким аппаратом но начиная с Ивана Калиты мы видим что русские князья выторговывают право собирать эту дань самостоятельно сначала на своих землях а потом и централизованно то есть на самом деле собирая ее не только в своем княжестве но вообще будучи ответственным за всю финансовую политику вообще за выход как таковой вот но когда мы с вами говорим об этом выходе мы должны понимать что эта система она не распространялась не только на русские земли но и вообще в целом на всю империю на все доходные места которые в ней существовали то есть если мы с вами посмотрим источники то увидим что например такие же точно выходы существовали скажем с Хаджи Тархан современной Астрахани который вообще был частью вот этого самого ханского домена по всей видимости Харезм тоже был таким источником поступления этих денег в ханскую общую ханскую казну то есть это были крупные городские центры которые платили в данном случае центральной власти принцип этих выплат как я уже сказал не всегда нам понятен то что он существовал это факт если уже зашел говорить о походах можно ли территориально опять же я привязку откуда первая волна пошла на Русь то есть маршрут движения и примерно это хорошо нам известно поскольку источник размеры войска нет размеры войска ну примерно порядка значит ну порядка ну там очень много на эту тему вообще существует всяких спекуляций вот и и на тему числа и там количество этих самых ударов да вот но мы вряд ли вообще когда-нибудь сможем с численностью до человека сказать о том сколько их там было но вообще считается что порядка там может быть 20-30 тысяч а те кто-то откуда вышли и куда бы их дошли значит просто источники которые опять же в нашем распоряжении не дают нам ну очень часто же они преувеличивали да там если мы вспомним с вами ну не знаю там время Тахты то есть там примерно начало 14 века 13 века простите то там например что скажем писали о каких-то том что он выставлял например на поле там 10 туменов это огромное число людей невозможно выставить на время это огромное количество войска то есть всегда надо иметь ввиду что эти источники могут в данном случае преувеличивать как правило там в десятки если не в разы то очень часто даже в десятки не ну вообще поход то монголов очень хорошо жизнь есть вот они хронология 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 завоевания вообще русских земель она хорошо известна в любом учебнике можете найти ну учебник это знаете учебник основан на учебник там Огольковской битве написано на поле до сих пор не найдено правильно раскопка нет ну ладно это все в общем ну так можете сказать откуда вышли и дошли нет смотрите вот идет название Средней Азии потом идет Закавказье выходит на дон вот собственно это тот единственный маршрут который на тот момент был возможен то есть через Афганистан нет ну посмотрите карту ну а через Афганистан там никак не пройдешь по карте подожди Закавказья Афганистан это очень а откуда нет подожди а откуда вы смотрите карту я вам советую в любом учебнике у нас монголо-татарское нашествие проходит по-моему в не помню в 5-м или в 6-м там нет ну вы же сами сказали источников нет вы начали начать вот теперь вот теперь давайте поскольку у нас уже наверное время завершать да наш с вами с вами экспорс оставить своем репертуаре у меня вы всегда в насилие да значит завершаем что нам нужно наверное помнить что самое важное что может быть ну мне кажется вы можете вынести сегодня из моего сбивчивого рассказа наверное это то что золотая орда заслуживает больше заслуживает по крайней мере иного более внимательного отношения к этой истории когда я сказал о том что этих источников мало я конечно был прав но с другой стороны всегда и в последнее время наши историки это доказали всегда есть возможность поиска новых источников их интерпретации и в последнее время у нас там за последние 20 лет у нас произошел колоссальный взрыв во-первых интереса к истории этого государства он многими причинами объясняется во многом это объяснено конечно объясняется тем что многие историки в национальных республиках связывают с золотой ордой этногенезь собственных народов это очень важно естественно начинается поиск новых источников поиск новых интерпретаций и в последнее время такой взрыв интереса и соответственно взрыв исследовательской активности и количестве публикационной активности произошел в Татарстане возникают там целые центры которые занимаются золотой ордой научные конференции организовываются международные пишут книжки и вот когда я свою лекцию назвал то я назвал ее вот так потому что вот эта большая книжка которая вышла не так давно она сейчас на английский язык переводится называется как раз золотая орда вот в мировой истории потому что ну люди пытаются тот самый вакуум те лакуны которые образовываются заполнить в последнее время появилось очень много источников новых вот и если вам это интересно я могу вам их порекомендовать потому что это действительно новый материал для того чтобы рассуждать и писать историю этого замечательного государства вот еще один вывод который я тоже думаю важно было бы сделать это то что не стоит относиться к этому периоду нашей истории который продлился ну почти там 30 с лишним лет как к чему-то абсолютно отрицательному абсолютно негативному когда я говорил о споре двух историографических школ то и та и другая абсолютизировали этот период одна в крайне негативном ключе другая в более позитивном мы все должны помнить о том что ну вообще оценивать те или иные исторические события по прошествии большого количества времени очень тяжело мы должны понимать что мы очень много этому времени обязаны и с точки зрения складывания нашего государства с точки зрения складывания этнической карты с точки зрения складывания языковой палитры нашего нашей страны и и культурной палитры тоже что очень важно это был период который многие историки считают вообще предтичей глобализации вот 10 лет 10 тому назад был термин очень моден и искали глобализацию везде где только можно и даже был такой большой конгресс в австралии который был создан специально для того чтобы искать а где же истоки этой глобализации в палеолите или значит вот в девятнадцатом веке и вот было несколько историков которые на самом деле считали что империя чингисхана это как раз та самая глобализация 13 века которая состоялась и которая была наверное вот так таким вот первым может репетиций глобализации века конца 20 начал 21 вот поэтому призываю вас читать источники читать хорошие книжки если у меня внимательно слушали я вам сказал о том что многие источники переведены на русский язык вот опять же списки списка вот я вашу диссертацию посмотрел по поводу этих крымского ханства там же идут списки списков правильно то есть там есть автографы крымского ханства очень хорошо обеспечены источниками там как больших количеств источников оригинального я согласен это другое это насколько на 300 лет плюс еще вы знаете какой такой момент есть такой книжный элевим куплица вот этот элевим как правило не соотносился с оформлением элевимента это соотносилось с содержанием книги оно было отдано на наводку переписчику художнику и он как правило отображал в этой буквице то что его интересовало то что было в его окружении известно так вот ни одной буквицы которая показывала бы что у нас 300 лет кто-то стоял у нас тут грабил жри не существует есть серьезные работы по изучению вот этих книг рукописных от 12-14 веков в год плюс еще одна песчинка церковь на порядке выросли на территории княжества российского то есть интересно я уже молчу по физическому давайте ну в общем вопросы можно включать да еще впереди три лекции если что можно перенести свои вопросы другим лекциям тоже я думаю что вот через неделю будет выступать Вадим Витальевич Штрепавлов крупнейший наш специалист по этому периоду я думаю что вы ему тоже сможете задать те вопросы которые вас будут мучить оставшиеся семь дней если вы не успеете прочитать это в источниках и все да 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 понимаете они же все ссылаются друг на друг нет ну почему вот я же недаром вам показал эту книжку да которая во многом ну это конечно любая 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 книжка не идеальная любая книжка не является там очень редко так бывает что там что-то является истинной последней инстанцией всегда что-то находится еще вот когда я говорил об этом взрыве золотардынской истории в последнее время вот он многим объясняется там источник много появился там и археология и нумизматика и тексты новые появились и все это дает пищу для размышлений вот в результате раздаются такие большие книги которые являются ну такими знаете синтетическими когда вы уже имеете дело с с результатом труда большого количества людей вам самому не обязательно лопать большие горли там литературы когда вы можете познакомиться с некоторыми выводами которые поверьте основываются на в общем скрупулезном анализе источников вот я вас и призываю это уже не как в физике ровно так в физике мы все доверяем у нас есть доказательная база и поэтому пишутся монографии со ссылками и сносками и давайте завершаем нашли 16 века почему как это люди жившие в 14 веке ничего не знали есть целая система гуманитарного знания и гуманитарных наук и исторические исследовательские парадигмы которыми пользуются ученые и поэтому они называются учеными получают кандидатские докторские степени зарплату получать и это целая огромная инфраструктура которая основывается на определенного уровня достоверности погодите пожалуйста можно пожалуйста один на один в кулуарах пожалуйста я благодарю всех спасибо огромное спасибо огромное друзья спасибо 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 спасибо